Всем привет! Меня зовут Алла Кичиджан. Спасибо, что помогли запустить этот канал. Сегодня я в нетипичной роли. Я такая, знаете, строго обычно за столом сижу, но у меня начался отпуск, и я могу себе позволить. Сегодня я хочу разобрать песенку из моего любимого шоу, которое идет на BBC One и называется Unpopular Opinion. Если вы не знаете, ссылка в описании, посмотрите, получите море удовольствия. I'm a big fan of this show. И давайте слушаем сначала ведущего. У него в гостях Грета Томберг, но не важно, кто у него в гостях, важно, что через 3-4 вопроса, когда он пропоет вместе с гостем эту песню, гостю придется самому исполнить эту песню соло. Я тоже попробую. И теперь попробую спеть я. Come and give us your unpopular opinion. Something up till now you've been scared to say. Ой, Боже, как страшно пить. Первое преимущество английского предложения. Всегда можно спеть. Всегда можно спеть. И давайте разберем там структуры, поструктурно, пословесно. Come and give us your unpopular opinion. Видите, теперь я не могу перейти на нормальный язык, теперь я все время пою. Приходите. Come and give us your... Give us... Это дайте нам буквально, дайте нам буквально свое мнение. Give us your unpopular... Непопулярное... Unpopular opinion... Непопулярное мнение. По-русски приходите, поделитесь своим непопулярным мнением. Или даже приходите, а пусть и просто поделитесь своим непопулярным мнением. В нашей передаче мы бы сказали, кстати, конкурс переводов продолжается. Вы можете выиграть 55 уроков базового английского по методу креокота Анны Кантер. Поэтому старайтесь перевести, ну, какими-нибудь стихами. Something up till now you've been scared to say. Чем-то, что до сих пор... Ну, таким мнением имеется в виду. Которое до сих пор вам было страшно высказать. Up till now... До сих пор... Up till now... Там три слова. You have been scared to say. Это один-три. Ну, сокращенно они, конечно, говорят You've been scared to say, а то бы ничего спеть нельзя было. Видим здесь структуру один-три. Она называется так, как в креокоде у всего остального человечества. Она называется present perfect. И мы прям видим, насколько она здесь к месту употребляется, потому что она выражает суть того, что вы все время боялись до того момента, как сейчас во время передачи вы позвонили через WhatsApp в студию и задали вопрос, который вас пугал всю-всю жизнь до самого вот этого момента. Приходите, поделитесь вашим популярным мнением чем-то, о чем вам всю жизнь до этого момента хотелось рассказать. Пока-пока. С вами была Алла Кичиджан. Всех люблю. До следующей встречи.